Сегодня придут новенькие, я думаю, что подключатся и будут слушать с того момента, как подключатся. Итак, всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Ирина Комарова. Я сегодня представляю очень интересную компанию, компанию Адженис. И мы сегодня с вами присутствуем на очень интересном событии. Мы все люди, которые подключились к такой системе интересной биохакинга, что это такое? Это значит восполнить ресурс своего здоровья. И мы с вами сегодня будем говорить именно про здоровье. И у нас сегодня конференция такая в интересном ключе проходит. Не только мы рассматриваем какой-то один продукт, то есть не только монотема, А тема такая у нас будет более обширная. Мы сегодня включаем новую рубрику «Скажи-ка, доктор». Это такая рубрика. У нас в компании работает очень много докторов. И есть вопросы от людей. И они всегда готовят грамотный, профессиональный, квалифицированный ответ. Ну и, конечно же, у нас присутствуют грамотные эксперты, которые занимаются уже давно в сфере нутрициологии. И очень много в этом, так скажем, я буду говорить обычным языком, понимают, да? И могут дать полезные советы для того, чтобы восполнить ресурс своего организма, для того, чтобы быть энергичным, бодрым, здоровым, молодым. И вот первая рубрика у нас будет «Скажи-ка, доктор». Далее мы с вами, очень тоже интересная такая рубрика «Аптечка садженис», когда нам расскажет грамотный эксперт о том, как же нам спастись в какой-то нестандартной ситуации, да? Бывают разные ситуации, там отравление или, например, приболел. Что же делать? Температура, да? Что же делать в таких ситуациях? И также мы с вами рассмотрим сегодня очень интересный продукт, который появился у нас сравнительно недавно, и который мы используем для профилактики заболеваний костей и сосудов. Это очень интересный такой К2Д3, он называется, К2Д3 Boost, и мы его тоже с вами рассмотрим. Ну и в конце какие-то, может быть, останется время чуть-чуть на вопросы и ответы. Итак, я представляю вам человека, который сегодня работает в Нью-Йорке, в медицинском центре, человек, который давно связан с нутрициологией. Этот человек много имеет, знаете, людей очень благодарных, которые уже на протяжении многих лет благодарны этому человеку за советы, и помогли, и она помогла людям сохранить, кому-то утраченное здоровье, да, кому-то помочь в профилактике здорового образа жизни. Я представляю Оксану Емельянову. Пожалуйста, вам слово, рубрика «Скажи-ка доброе». Добрый день. Очень приятно видеть так необычно, да, мы днём обычно, у нас вечером это всё происходит, и я немножко волнуюсь, потому что такая расширенная у нас аудитория по континенту, по размерам, да, по охвату. Но я постараюсь кратко и доходчиво вам донести то, почему происходят в нашем организме какие-то вопросы. Мы все живём, да, немножко о себе. Меня зовут Оксана Емельянова, мне 57 лет, вот через месяц будет, даст Бог, 58. И, конечно, я всегда интересовалась этим, почему так происходит. Первый мой вопрос, когда мне было, наверное, лет 25, я помню, как у меня было такое, проблемы со стулом, и я всё время брала слабительное. И потом наступил момент, когда я брала ложечку, потом две, потом три, и увидела, что это не работает. И таким образом я подумала, ну надо же что-то делать, это же не может быть такая жизнь. Я начала потихоньку искать способы, и оказалось, что для меня в тот момент был мандаринка каждое утро, и мне это сработало. То есть, почему я вам об этом рассказываю? Потому что не всегда работает то, что мы привыкли доверяться и отдать ответственность за своё здоровье, за свою жизнь кому-то. Отдать это на рассмотрение врачам, хотя они очень нам помогают и прочее. Сегодня, когда мы живём здесь, в Нью-Йорке, я работаю действительно в Нью-Йоркском, при Нью-Йоркском госпитале, в кардиологическом центре, очень-очень хорошем. И я вижу, насколько наши лекарства не могут помочь нашим пациентам. Когда пациент приходит, у него немножечко доза, маленькое давление, потом больше, потом другое лекарство, потом третье, и наступает момент, когда уже нужно выбирать. Либо ноги отекают, либо давление нормальное. И мы ничего не можем сделать по-другому. Но благодаря тому, что уже вот три года, наверное, три года будет, как мы познакомились с такой прелестной, чудесной, волшебной, я не знаю, все эпитеты в превосходной форме для этого продукта я готова употреблять, потому что в компании Адженис жизнь круто изменилась. А началось все действительно, знаете, когда нам хорошо, как говорил Тургенев, счастье – это как здоровье. Когда его не замечаешь, значит, оно есть. И это точно так происходит с каждым человеком. Но вот когда три года назад, 7 мая, я упала, и у меня оторвались связки от бедра, да, оторвались все, что держат, чтобы человек мог ходить, перспектива сидячего, лежачего образа мне вообще не понравилась, да. И тут я вспомнила о человеке, который меня познакомил с этой продукцией и рассказывал, как легко у него получилось восстановление после серьезного пересадки почки. И я начала принимать наши добавки. И что я вам хочу сказать, что отличие на человека от врача, да, когда мы приходим к тему, есть, как говорят в Одессе у нас, да, две большие разницы. Больного интересует здоровье, а врача интересует ваша болезнь. И вот в этом крупное отличие того, что происходит. И зная, что мы живем в эпоху технического прогресса, у нас все так хорошо, мы уже не ездим на лошадях, только ради удовольствия, мы летаем, мы не пользуемся лестницей, мы пользуемся лифтом, мы не встаем даже переключить телевизор, а просто на кнопочку нажимаем. То есть ввиду того, что у нас резко ограничились возможности движения, да, в связи с тем продукты, которые мы употребляем, они все более и более становятся ненастоящими, скажем так. Когда-то для меня это было очень странно, потому что я помню, когда в 82-м году из Москвы приехала тетя к нам, и мы из Белоруссии сами, да, приехала тетя и говорит, ой, какое у вас вкусное молоко, я говорю, молоко как молоко, о чем ты говоришь. А оказывается, уже в то время в Москве было молоко не всегда настоящее, а порошковое. Но для нас это было очень странно. Поэтому в эпоху вот всего сейчас изобилия ненастоящего, это так приятно найти то, что действительно сделано из натуральных продуктов, то, что сделано из ингредиентов, позволяющих просто наполнить и почистить, и заставить работать с твой организм как часики, да. Потому что мы все знаем, что организм наш – это самовосстанавливающаяся, умнейшая система, которая может, посмотрите, мы говорим, компьютер, время компьютеров – это такая классная штука, но ни один компьютер не может, если мы его поцарапаем, эту царапину отреставрировать сам. А мы можем, наш организм может, если мы поцарапались или поранились, кожа заживает сама, просто дайте ей идеальные условия, скажем так, и здоровье вашего организма. И вот что я вам хочу сказать, что сегодня по сравнению, вот Ирочка, ты можешь нам подставить слайд, пожалуйста, о потере питательных веществ, по сравнению с 1985 годом, да, и сегодня 2000, таблица 2002 года сравнительная, да, но даже такие простейшие продукты, как картошка, корнеплоды, там, шпинат, банан, брокколи, посмотрите, насколько уменьшилась ценность каждого продукта по количеству грамм, да, то есть съел один банан в 1985 году, мы получили бы магния 31 грамм, а сегодня мы получаем 24, а это на минуточку уже минус 23 процента. А что касается, например, шпината, то витамин С на 65 процентов уменьшился, или картофель, то есть, ну, все идет вниз, потому что, ну, ресурсы земли, они не безграничны, точно так, как и человека. И вот для того, чтобы восполнить это, у нас есть наши замечательные продукты. А организм наш, он же не сразу становится такой больной и расшатанный, да, это же не происходит вдруг, все начинается с чего-то. И когда у нас происходит, например, да, температура, там, заболела голова, что-то мы немножко не так себя чувствуем, мы идем к терапевту. Терапевт что нам дает? Если вдруг, не дай бог, мы кашлять начали, то нам дают антибиотики. Антибиотики пропили, начал болеть желудок. Идем куда? К гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог нам говорит, ну, да, вот у вас нарушилась микрофлора, да, антибиотики попили, в туалет стали бегать чаще, там какая-то молочница, еще что-то. Идем к урологу. От уролога, так как почечки наши находятся глубоко в организме, и добраться до них надо, чтобы поправить все, это не один антибиотик сработает, а еще какие-то препараты, то нам уже пора идти к аллергологу, потому что вдруг появились высыпания, у нас пошел аллергический насморк или еще что-то. А аллерголог что? Как он может лечить? Я знаю, очень много у меня на работе девочка, которая делает просто уколы от этой аллергии. И он назначает гормоны, а гормоны сыпят нашу эндокринную систему, да, а сюда же и подвязывается гинеколог или андролог, и потом уже мы начинаем нервничать, что это какой-то запретый. Мы идем к неврологу, который нам выписывает успокоительные, да, и тут уже сердце начинает вот так трепехаться, да что же это такое, никак ничего не могу выйти из этого замкнутого круга. Идем к кардиологу, и потом дальше идем уже к психиатру, и дальше, если мы не можем выйти из этого круга, все заканчивается плачевно. Так почему же по нашей психологии, я бы сказала, да, мы настолько верим врачам, что хорошо, если нам повезет, да, к хорошему доктору попасть, и настолько не верим в себе, когда мы можем взять ответственность за свою, как говорил, да, Казьма Пруцков, да, хочешь быть счастливым, будь им. Я хочу сказать, хочешь быть здоровым, будь им. Просто нужно начать искать эти способы и методы, которые будут работать для тебя. Потому что каждый человек, это индивидуальная система, это индивидуальная программа. И в медицине, конечно, это здорово, но вот что влияет на наше здоровье, да, экология, как я уже сказала. Медицина может нам помочь, если в процентном соотношении, то есть всего лишь 10-13 процентов, на что мы можем уповать. Очень хорошо работают хирурги, когда надо что-то отрезать, починить, но все остальное, касаемо вот таблеточки, это, то, к сожалению, у врачей как-то больше задача перевести нас в хроническое состояние, чем полностью вылечить. Наследственность очень влияет, образ жизни, да, привычки наши, стрессы, никуда не деться, из стресса в стресс мы просто перескакиваем. Вот, но основное, основное, от чего зависит наше здоровье, это наше питание. На это отводится 70% успеха. И поэтому я предлагаю вам более подробно посмотреть на это со стороны, со стороны, что мы можем сделать сами для себя. Конечно, мы понимаем, как это здорово. Вот смотрите, наш организм – это целая система. И начинается, мы имеем там 12 систем, которые обеспечивают взаимодействие нашей жизни, да, это эндокринная, как я говорила, сердечно-сосудистая, разная. Плюс у нас есть отдельные органы, плюс мы дышим кислородом и наполняем это все жидкостью, да, но в результате вот все-все-все вот это начинается с чего? С нашей клеточки. С маленькой клеточки, которая как красивый цветочек, когда мы рождаемся, она такая прям замечательная, прекрасная. И потом со временем, с возрастом, начиная вести где-то, а ладно, там пироженка не страшно, это не страшно, не походил немножко, это тоже ничего, там понервничал туда-сюда, и наш цветочек прекрасно превращается вот в эту ощипанную ромашку, где уже совсем не так эта клеточка выглядит, где уже концы эти отрепаны совершенно по-другому, да, и мы начинаем задумываться, а что же делать, что же делать? А, я слышала, витамин С хорошо помогает, да, ага, оказывается, чтобы съесть, получить дозу витамина С за день, мне надо съесть 12 лимонов или 42 небольших помидорчика. Ну, кто такой герой? Поднимите ручку здесь, покажите, кто может это съесть, да, или если витамин Е нам надо, это тоже очень хорошо, я слышала, да, о, 2 литра оливкового масла, в день, в день, вы представляете, в день надо это выпить и съесть, а ребеночку, чтобы получить витамин Д, нужно съесть 350 грамм рыбки каждый день. У вас есть такие детки, которые едят эту рыбку каждый день? Нет, у меня в моем окружении нет, это было счастье, если ребенок там хоть что-то съел. Поэтому, благодаря тому, что у нас есть чем восполнить вот это все, нам, получается, просто нужно понять и принять решение, я хочу быть здоровым, активным, или я хочу быть бедным, несчастным, ходить к врачам и говорить, да, ну что же это такое, ну доктор этот никчемный, ничего помочь не может, никак сделать не может, нехорошо. Но что есть хорошая новость, да, то, что вот так легко разрушаются наши клетки, но хорошая новость в том, что практически все наши органы, наши структуры, наша кожа, кости, они могут самовосстанавливаться. Единственное, что не может обновиться, это кора нашего головного мозга, хрусталик, к сожалению, нашего глаза, да, и сердце. Это вот такие, вот такие наши ингредиенты нашего вот тела, да, которые мы не можем повлиять, но на все остальное мы можем повлиять. Да, это берет немножко больше времени, что-то там, клеточка обновляется за 120 дней, да, гемоглобин, а другое что-то, скелет 10-15 лет. Ну прекрасно, мы же знаем, куда мы идем, у нас есть цель, мы знаем, чего мы хотим достичь. И поэтому я очень хочу сказать вам радостную весть, что мы хотим с вами поделиться, и мы знаем, как вам помочь. Но одно условие, если вы сами готовы себе помочь. Как говорим, мы знаем, что есть только одна причина у человека, чтобы начать что-то делать, и тысячу причин, чтобы избежать этого начала. Поэтому всегда выбор за человеком. Какой бы он ни был, это всегда ваш выбор. Что я хочу сказать? Вот все это предисловие было к тому, что я счастлива и очень рада, что я, и вся моя семья, все мои друзья близкие, они пользуются компанией нашей продукции, продукцией нашей компании Adjenis. И это великолепно, потому что очень легко все происходит. И очень красиво и радостно. Да? Потому что даже вот, посмотрите, продукция компании, базидивиз компании, что создай себя сам. И создай себя сам во всех отношениях. Будь здоровым, красивым, сильным, успешным, богатым. То есть, вот, значит, от А до Я. Все, что дает человеку счастье в этой жизни. Да? У каждого разное, но, в общем, это очень близко у всех. Да? Начиная от прекрасной упаковки. И закрачивая совершенно невероятным содержанием нашего продукта, я хочу сказать вам, что это одно удовольствие работать с нашей компанией. Начиная от баночек, которые, допустим, Альфа-Омега у нас, которые просто уникальнейший продукт, да? И заканчивая коктейлями, которые мы можем для здоровья, для спорта, для питания, кто-то после болезни, кто-то еще как. Плюс у нас есть такие виды, как водичка наша совершенно потрясающая, вода, умная, мы называем умная вода. Более подробно там расскажет Мириам нам об этом, да? Я просто хочу сказать, что любую, любую, любую баночку, которую мы берем в руки, мы получаем не только внутреннее наслаждение, но и эстетическое. Потому что каждая сделана витаминка, каждая водичка, каждый продукт сделан с любовью, пониманием и знанием дела, с тем, чтобы помочь нашему организму, чтобы он стал крепкий, здоровый и сильный. А что для этого надо? Нужно организм наш очистить, эту клеточку, которая когда-то вот так потерпела, скажем, какие-то там неудачи в своей жизни, да? Нам нужно очистить ее, потом нам нужно ее наполнить и защитить. И вот все эти три функции мы имеем ответ на каждый ваш вопрос, что называется, да? На все решения у нас есть ответы. И я вам хочу сказать, что еще Нобелевский лауреат, даже не один, дважды Нобелевский лауреат Лаймус Карл Коллинг, да, то, что мы говорим, поливитамины, помните? Он сказал, что если вы хотите продлить благополучную часть вашей жизни, а благополучная часть – это когда мы в силах наслаждаться нашей жизнью, да, на 25 и даже на 35 лет, если в молодости или в среднем возрасте начнете принимать нужное количество ВАДов, вам получится сделать это состояние в вашей жизни счастливым. И это правда. И мы сейчас, я, наверное, хочу привести вам такие факты по поводу использования ВАДов. Сейчас, вот что хочу сказать, мне кажется, сейчас уже это даже как-то становится модным, принимаешь ты какие-то добавки или не принимаешь, если раньше это было, фу, да ты что, какие добавки. Я сама такая была. Я помню, лет 5 или 6 назад я была на одной конференции со своей подружкой, и она утром так вжменьку витаминок достает, я говорю, ты что, Ланка, ты что, куда ты это? Она говорит, а я все время так, а ты думаешь, почему я так хорошо выгляжу? И это был для меня такой сюрприз, для меня вот такие глаза были тогда. Сегодня я сама с удовольствием эту жменьку удивительную беру, вот, не дам вам соврать, вот моя жменька любимая, да, и совершенно по-другому себя ощущаешь. Но, конечно, мы же все когда-то получаем какую-то информацию, которая меняет нашу жизнь. Как говорится, когда готов ученик, появляется учитель. И что я хочу сказать, вот эта прямая зависимость между употреблением ВАДов, да, и продолжительностью жизни людей на разных континентах, островах и прочее, очень-очень сильно зависит. Если, допустим, даже вот такая небольшая статистика по сравнению с 2019 годом у нас в Америке, употребление ВАДов увеличилось на 7%, только вот за полтора года, потому что ковид начался и прочее, и народ начал искать, как же помочь себе самому. И вот это тоже отличает повышенное сознание у людей, да. А в Японии, я вам хочу сказать, вы помните, когда была Хиросима и Нагасаки, и стоял вопрос спасения нации, а как спасти нацию? Приняли решение, что вот такие вот добавки, травки и прочие вещества должен принимать каждый член семьи. И даже было назначено люди, которые проверяли, чтобы в семье было все вот это витаминизированное добавки. И сегодня, когда уже прошло 4 поколения, выросших на этой системе, при приеме на работу в Японии не стоит вопрос, принимаете вы какие-то добавки или нет, а стоит вопрос, к какой компании вы принимаете добавки. И это говорит о человеке, о его серьезности отношений к себе. Если это действительно он серьезно относится, значит, это компания, которая имеет хорошую репутацию. И, следовательно, это хорошее отношение ко всему остальному, если ты любишь себя, ты любишь все окружающее вокруг. Не может человек любить кого-то, не любя себя. И вот в этом, я хочу сказать, большой-большой прогресс и удовольствие. То, что мы можем сделать это благодаря, допустим, одной баночке. Если у нас есть, нам не надо 10 каких-то составляющих принимать, а это все находится благодаря прогрессу и нанотехнологиям, благодаря технологиям прогрессивным, благодаря тому, что наши основатели впереди планеты всей по своим желаниям, по своим стремлениям, возможностям и желанию помочь людям, мы имеем то, что мы имеем, вот эту благословенную компанию. И еще я хочу сказать два слова о наших технологиях, почему же это здорово и почему мы так отличаемся. Вот я уже вам очень много говорила, что во главе всего стоит клеточка, и вот это все, о чем я вам сейчас рассказываю, это клеточное питание. Потому что благодаря технологии липосомирования, это что такое? Витаминка заключена в липосомку, и когда она подходит к клеточке, то клеточка принимает ее за свою, она смотрит, что «А, я тебя знаю, ты такая же, как и я», и она открывается. И поэтому усвоение наших витаминов происходит не на 25-30%, которые мы видим на полках магазина, которые искусственные витамины, а на 90-95%. Технология матричная, когда мы имеем такую замечательную 3D-матрикс-продукцию нашу, которая входит в 17 ингредиентов, но каждый сделан, начиная наслаиваться по мере усваивания в нашем желудочно-кишечном тракте, где наиболее оно усваивается, происходит отслоение и расщепление. То есть вот эти все новые технологии, синергия, когда у нас в один продукт входит несколько продуктов, которые друг друга усиливают многократно, вот эти все технологии и много еще других, они делают наш продукт уникальным и востребованным, и что называется, любовь с первой ложки, да, у нас есть такое, любовь с первой капсулы. Когда мы попробовали, и мы видим, я хочу вам сказать, что вот я сегодня общалась с девочкой, которая весила очень много, она очень большая была, наверное, я не знаю, килограмм 250, да, и когда она похудела на 120 паундов, и это, я на нее смотрю, говорю, я не могу поверить, что вот это такое произошло благодаря нашим витаминам в том числе, но, конечно, питание коренным образом тоже изменилось, и плюс движение, то, о чем я вам говорила, что она ходит в джим два раза в неделю, занимается спортом по часу, хотя мне кажется, что такое всего два часа, да, но вот эти ее просто грандиозные, грандиозные преображения, даже если бы никто больше у меня не воспользовался этим продуктом, то это уже изменив жизнь одного человека, это такое счастье, это настолько приятно и радостно, что просто невозможно об этом молчать. И сегодня мы очень ограничены во времени, поэтому я хочу передать слово нашему профессору, профессор в полном смысле этого слова. Я хочу, чтобы вы взяли, приготовили ручки и листочки для записи, потому что там будет очень много ценной информации, конкретной, и профессор человек, который преподает у нас в университете, в Нью-Йорке здесь, да, но благодаря этой продукции и пониманию, что да, я должна сама помочь себе, она как человек ответственный и очень разносторонний, и просто. Просто слушать которого одно удовольствие, вы сейчас будете слушать и поражаться, насколько же здорово она рассказывает о вроде медицинских вопросах, но совсем не относясь к этому делу, да, но мы знаем, что когда ты любишь что-то, то просто ты летишь и паришь с этой темой. И сейчас я хочу пригласить к микрофону нашу замечательную Мирием. Мирием, тебе слово. А я хочу сказать, можно одну минутку. Если вдруг время закончится у нас, потому что бывает, Zoom нам делает переменку через 40 минут, академический час, мы выходим по той же ссылке. У нас перерывчика переменки не будет. Сразу же по той же ссылке. Мирием, включи, пожалуйста, звук. Спасибо. Я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо, конечно, Оксане за такое представление, но на самом деле я, да, просто очень хочу поделиться с вами своим опытом и тем, что мы узнали, работая с БАДами, работая с витаминами и работая непосредственно именно с этой компанией, с компанией Адженис. Я должна вам сказать, что я в своё время перепробовала самые разные компании и ничего абсолютно не помогало, не давало такого эффекта, что его действительно ощущаешь. И вот однажды, сидя в своей комнате, я вдруг подумала, кажется, работает, не может быть. И это случилось именно, когда я начала принимать витамины компании Адженис. Поэтому я хочу с вами поделиться так называемой дорожной аптечкой, которая поможет вам просто себя чувствовать очень уверенно, очень спокойно, улыбаться жизнерадостно и помочь и себе, и своим друзьям, знакомым, родственникам, семье, всем окружающим, кто захочет вас услышать и станет просто лучше себя чувствовать. Я начну с того, что на самом деле всё больше говорят о том, что всё-таки самое главное в работе организма, всё начинается именно с нашего кишечника. И поэтому вопрос номер один – вопрос питания и вопрос пищеварения. По вопросу питания мы будем говорить в какой-то другой раз, более подробно и профессионально. А сегодня мы поговорим просто о том, как улучшить своё состояние и оптимальную работу кишечника. И постепенно перейдём к другим вопросам, которые помогут вам действительно чувствовать себя уверенно, сильной, всемогущей натурой. И очень хорошо себя чувствовать по поводу того, что вы будете спокойно помогать всем своим знакомым и друзьям. Так вот, есть два препарата, которые помогают работать в нашей печени. Оба они очень и очень важны. Один из них называется гепард, который я полюбила с самого первого дня. И он дал эффект буквально через неделю. Представляете, вы начинаете принимать всего одну неделю, и вы чувствуете, насколько вам это помогает. Его надо принимать вместе с едой. И я хочу вам сказать, записывайте название, если получается у вас, и просто поподробнее поговорите об этом с теми, кто вас пригласил. Есть ещё у нас препарат гепаин, который принимается уже после ужина, и тоже помогает работе печени. А для улучшения работы микрофлоры желудка у нас есть такой замечательный шейк под названием Digestis, который тоже помогает пищеварению и делает это совершенно естественным образом. Вы даже не почувствуете, что вы что-то делаете. Но, к сожалению, когда мы ходим с вами в заведение общественного питания, если так можно назвать, уже это не совсем общественное, частные рестораны, какие-то кафешки, может быть, кто-то идёт в бары, происходит отравление. Кто-то может отравиться даже, когда купается на море, наглотавшись вот этой воды. И что вы думаете, происходит отравление? Что делать в этом случае? Это отвратительное ощущение, просто ужасное. Что помогает? У нас есть такой препарат, который называется PH-балакс. Он содержит 70 минералов. Представьте себе, вы берёте один пакетик, растворяете его в стакане воды, кто-то хочет в двух стаканах воды, и вы получаете сразу 70 минералов. Это просто фантастика, честное слово. Попробуйте. Для тех, кто знаком с нашей минеральной водой Боржоми, это очень похоже по вкусу, просто не газированное. Но есть ещё один препарат, который работает при серьёзных отравлениях. И это тоже удивительно. Буквально через пару часов вы себя чувствуете, как у нас говорят, как огурчик. Всё очень хорошо. Снова свежий, молодой, вперёд летящий. Называется препарат Сорбиодетокс. Тоже растворяется в воде. Тоже относится к нашим умным водичкам. Но просто удивительно, как это может помочь вам, насколько эффективно и насколько быстро. Ну, мы все тоже столкнулись с тем, что наш организм, к сожалению, не идеальный. Может быть, потому что мы ему мало помогали по жизни. И очень часто у кого-то сбоят почки, или мочеиспускательная система, или кто-то заболевает, не дай бог, циститом. Всё происходит с людьми в самое неожиданное время. Чтобы вы были к этому готовы. Есть препарат, который... Субтитры делал DimaTorzok